И многие говорят, вот, и сейчас развелось коучи, психологов, астролог, нумеролог, таролог, сюцай, там еще что-то. Сегодня вибрации Земли изменились, они становятся выше, и людей, помогающих в профессии, должно быть очень много. Это как в армии, знаете, на одного лейтенанта должно быть пять солдат. Сегодня на каждые пять человек из них должен быть помогающий в профессии. Я бы ходил к профессионалам, нужно смотреть на отзывы астрологов, нумерологов, сюцаистов, коучей, психологов, всех людей, помогающих в профессии, чтобы он не перекладывал ответственность с тебя на себя. Когда он начинает брать на себя функцию божественную такую, я тебе сказал, там, сразу можете делать вот так. Когда человек тебе говорит, у тебя плохой прогноз, ты умрешь там через три года, к таким тоже не ходите, потому что любой нумеролог, астролог, адекватный психолог, он тебе скажет путь выхода. Если он не будет знать путь выхода, он во всяком случае не озвучит. Я знаю таких людей, которые потом ко мне на сессии ходят, когда им астролог говорит, тебя там в сентябре посадят в тюрьму. А сейчас февраль. Семь месяцев человек мучится. Панические атаки. Он не знает, за что его посадят. Каждый стук в дверь за вами пришли. Аккуратнее с такими божественными какими-то вещами. Нумеролог. Когда он наберет там массу хотя бы в пять тысяч человек сессий, пять тысяч сессий, то ему уже не надо будет даже считать. Он будет с твоего поля считывать то, что он тебе сам наговорит. В какой-то момент у таролога уйдут карты. И она будет смотреть или он и говорить про человека так, без карты. Потому что на самом деле это все считывание с твоего ментального поля информационного. Все. Вот все. Я пробовал. Мы садились. Нумеролог, астролог, сюциист. Ставили человека. Они его считали. Я пока накидывал то, что я с него считывал. Они потом говорят. И это просто все в одну точку. Но если честно, люди сами приходят с запросом. Скажи мне, когда я выиграю лотерею. Если ты приходишь с таким дебильным запросом, если честно, сам дурак. Очень важен сам запрос самого человека. И очень важно, чтобы был астролог, сюциист, такой более направленный на тебя. И чтобы он перекладывал на твои плечи, наложил ответственность за твою жизнь. Как только он берет на себя ответственность, все, это не профессионал. Чаще всего ты можешь не сформировать, но что-то где-то сжет. А запроса нет. Тебя кто-то попросит заполнить анкету. Все равно какой-то ЧК будет. Что хочешь, какие ожидания у тебя, что ты это. Нас пока не много. Ни психологов, ни астрологов, никого. То есть людей, помогающих в профессии, должно быть сильно больше. Он с тебя вытащит что-то. Потом, если бы ты сам понимал свой запрос, наверное, я думаю, что ты бы не пошел к психологу. Потом люди, которые думают, что они, которые сами диагноз себе сделали такие. Я понимаю свою проблему глубину. Я там то-то, то-то. И приходят к психологу и озвучивают эту проблему. 9 из 10 ложная. Человек, который озвучивает свою проблему, он говорит, у меня проблемы с деньгами. Я бы хотел усилиться вот здесь, здесь и здесь. 100% этому человеку не нужно усиливать деньги. Ему нужно идти в отношения. Человек, который говорит, вот у меня жена, дети, я бы хотел улучшить наши взаимоотношения с ними. Иди уж зарабатывай, дети от голода пухнут. То есть человек сам себе, когда ставят диагноз, он идет в ту сторону, где он сильнее. А слабую сторону он уходит, потому что там придется пахать. А здесь я уже знаю как, а там нет. Поэтому там, где не знаю, я это уберу, а пойду туда, где мне проще. Коучи психологов, астрологов, нумерологов, суцистов называют аферистами, шарлатанами. Это из-за того, что просто человек сам не хочет ничего в своей жизни менять. Проще же обвинить тебя в шарлатанстве, чем встать и сделать что-то самому. И поэтому эта агрессия направлена на психологов. Это агрессия, на самом деле, которая должна была быть направлена на себя. Человек вместо того, чтобы мотивировать себя, он обесценил человека, помогающей профессией, и также дальше сидит на диване. Очень удобно. Блогерские курсы, они чаще всего безобидные. Блогер зарабатывает каждую свою копейку, только не ту аферистическую манеру. Есть, которые через аферы какие-то зарабатывают, но мы говорим о честных курсах. Каждый человек, который покупает у блогера какой-то курс, он просто хочет прикоснуться к нему, к своему идеалу. Он за это платит. Он хочет, чтобы этот человек сделал что-то для него. На самом деле, блогеры очень большую боль снимают из общества. В том плане, что они снимают агрессию, они снимают недолюбленность какую-то. Они транслируют. Дорогие мои подписчики, я вас очень сильно люблю. Блогеры стали идолом поклонения в том плане, что я хочу жить так же, как он. Когда ты не можешь себе позволить дорогую жизнь, ты смотришь так, как живет человек красиво, и ты как будто вместе с ним проживаешь его шикарную жизнь, и при этом у тебя уходит напряжение с того, что ты живешь сам плохо. Это отчасти уходит на определенный невроз. Люди же не дебилы сами по себе. Никто не будет ходить за людьми, которые не интересны. Как выбрать коуча, психолога, астролога? Знаешь, ты выберешь своего. Во-первых, никогда не идите дороже, чем ты можешь себе позволить. Вот там, где жалко. Тебе должно быть жалко, но ты можешь позволить. А когда ты не можешь себе позволить, и ты такой взял кредит, и я пойду сейчас туда к лучшему психологу или коучу, он меня сейчас научит, не научит. Ты со своего уровня, с которого пришел, ты ничего не поймешь, о чем он будет говорить. Вообще не поймешь. Одно дело, если это грамотный психолог, он спустится на твой уровень, тебе что-то странслирует. Но есть, которые не могут спускаться или подниматься вверх. И что ты тогда будешь делать, ты получишь ничего. Поэтому сколько зарабатываешь, на столько иди. Вот сколько ты можешь себе позволить. Потому что уровень проблем, которые решает психолог за низкую цену, он будет совпадать с твоей проблемой. Если психолог берет высокую цену, он будет совпадать с твоим уровнем нормы. Понимаете? Потому что проблемы у миллионера и мультимиллионера разные. Проблема человека, который зарабатывает 500 долларов, и кто-то зарабатывает 3000 долларов. Разные проблемы. И психологические травмы на разных уровнях скрываются. Вы реально попадете к психологу, даже если он будет непрофессиональный, или коуч, или кто-либо другой. И может быть, он нанесет тебе травму. Но ты сам виноват. Это как, знаете, открыл себе ресторан «Карма». Там нет меню. Сразу приносят то, что заслужил. А с психологами вот так. Ты нарвешься на того, кого ты заслуживаешь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!